Так, всем привет. Как тут? Вот так. Буду снимать видео в зеркале. Вот так, чтобы меня видно было. Да, там не нужная посуда. Обязательно. У меня приборка, на самом деле, и пришла, и пришли тут посылочки, вернее, заказики с Валбереса, и я решила их распаковать. Так. Поступил такой комментарий, что я записывала видео, страшное, как смерть. Ну, что-то типа того. Нельзя же быть такой. В общем, там какое-то неприятное слово, которое я даже не запоминала. Поэтому я решила заказать себе кучу косметики. Сейчас будем преображаться. Так, что же я заказала? Ой, вот такие вот штуки, не? Сейчас. Нет, как же это называется? Честно, мне, честно сказать, мне уже, да? Я уже человек предпенсионного возраста, поэтому мне простительно быть иногда без косметики. Ну, бывает. Устаю я. Каждый день краситься. Вернее, не то, что устаю, не хватает иногда времени. Это не хайлайтер, а такая штука, которая консилер, блин. Глаза. Я таких слов не знаю. Я человек советских времен. Советского времени. Поэтому у нас таких слов-то не было. Тут уж плевачка. Да балет. Вот и все наши косметики, да? Так, вот такой вот консилер. Посмотрим, как он здесь. Так, но надо было не с консилера, наверное. А вот что такое? Праймер для лица. Это вроде как основа подмигияжа, насколько я понимаю. Так, ни разу не пользовалась в жизни. Вот сейчас и проверим. Так, текстуру посмотрим. Ну, отзывы были положительные. Блин, там еще блестяшкой закрыто. Ну, все правильно. Молодцы, конечно. Но если бы я уже с таким не сталкивалась, я бы не догадалась, что тут еще какая-то штукинь. Ой. Главное, не наестся сейчас. Так. Все, снять. С помощью зубов. Зубы еще свои. Посмотрим, как это. А теперь что? Тебе не хватает? Да е-мое. Что с ним не так? Нет, что-то давится тут просто. Ну, такое как гелеобразное. Тут как будто бы застыл слой верхний. Посмотрим. Нанесем. Так. Мне хочется, конечно, вот это вот не делать, эти открывания, чтобы было каждый раз нормально. Не знаю, сколько наносить, девчонки, первый раз. Советуйте мне. Да блин, а вот сюда не делается. Тут походу надо этим. Ну, какой-то. Ой, он, кстати, охлаждающий. Фига себе. Ну, там написано, что он пора, типа, запечатывает. Что такое. Ну, эффект приятненький, кстати. Выравнивающий, стойкий праймер. Я слово праймер не знаю, блин. Ну, тут, короче, такой холодок прям серьезный. Прикольно. Так. Фраймер нанесли. Ну, кстати, вот такие вот еще я купила. Как раз сейчас понадобится. Спонжи. Четыре штучки там. Что-то стоило 30 рублей, что ли, стоило. Я думаю, нормальная цена такая. Прикольные такие. Прикольные сейчас использую. Дальше. Вот этот вот консилер буду наносить. Светленький. У меня вот тут купероз наносу. Это мне никто не дал носу. Это купероз у меня выступил. Что я могу сказать. 40 плюс. Приближаюсь к пенсионному возрасту. Так, видел, что вот сюда еще тыкают. И чуть-чуть буду наносить, наверное, теней. Получается. Поэтому под тени тоже. Вот здесь у меня купероз. Вот. Надеюсь, что это поможет. И тоналку заказала. С хорошими отзывами. Фирма Мак. Ну, не знаю. Мне кажется, почему-то, что это подлета. Вряд ли настоящий Мак. Так, еще что-то. Еще что-то. Так, спасибо за покупку. За отзыв. Блин, знать бы, что это такое. Ретинол. Я вот вижу ретинол. Это скин. Блин. Что это скин? Это, может, какая-то маска. А может, это и для волос. В общем, все что угодно. Здесь должны вроде на волоском писать. Ну, нет, ничего. Ладно. Оставим пока наш товарчик. Типа Мак. Но, насколько я знаю, что Мак это дорогая фирма. А это тоже, ну, сказать, относительно недорого. Вот так вот выглядит. О. Сейчас будем наносить. Цвет такой сероватый. Ну, кстати, видите, руки у меня тоже такие. Видавшие жизнь. Так. Сюда, сюда, сюда. Для рук тоже, кстати, надо что-то запечатывающее морщин. Что-то такое. Так. Попробуем, как это работает, как это действует. Так. Растушевываем. Я, кстати, не делала, конечно, до и после фото. Надо было, наверное. Ну, ладно. В процессе, видимо. Все. Посмотрим. С бровями у меня тоже проблемы. Вот сейчас модно. Широкие брови. Ну, чего нет, того нет. Хочу тату аж сделать. Вот. Но меня дети отговаривают. Говорят, что мода изменится. Я говорю, мода-то изменится. А брови-то не появятся. Наскуда. Если их нет, то их нет. С бровями вообще такая история. Одноклассница моя перед свадьбой, когда у меня была свадьба. Вот. Она мне решила сделать коррекцию бровей. Да. У меня были нормальные широкие брови. Стандартные, я бы даже сказала. Ну, кстати. Блин. Ну, хороший. Смотрите. Намного лучше стала кожа. Кстати, здесь какие-то пигментные пятна. Можно тоже, наверное, из-за того хоть заделать. Давайте попробуем. Вот. Она мне, короче, вышипала брови перед свадьбой. Прям вот накануне. И всё. С того момента они больше не растут. Я не знаю. Щипанула-то, щипанула. Подсобила мне. Красоту навела. Так. Дальше. Дальше. Пудрочка вот такая вот. Сейчас распакуем тоже. Сумею только распакую. Что называется? Вот. И всю жизнь я, как бы, не знаю, карандашиком подводила после этого. То есть, считайте, ну, почему я вышла замуж 18 лет. Сто лет назад это произошло. И вот с тех пор у меня бровей нет. Особенно это, ну, как бы, блин, ну как. Особенно это старается, когда вот в больнице, там, после родов, что-то такое, после операций. Это, типа, так. Где-то плёночка тоже. Ага. Вот. Типа, ты же не можешь после там сразу родов косметику наносить. Ну, подводку-то всё делать. Да вообще не до этого. Ничего страшное дело. Прям бедные врачи смотрят на нас. На таких некрасивых. И, надо сказать, отдать им должное. Ничего не говорят плохого, да. Ну, вот она такая, выбеливающая даже немножко. Ну, это, кстати, всё бюджет. Так, румяшки я не заказывала этот раз. Купила их ранее. Вот так, лимони. Второй раз покупаю. Ну, кстати, как будто бы они разные по качеству. Первый раз мне очень понравились. Вот такой какой-то персиковый, что ли, цвет. Ну, чуть-чуть. Пыльно. Пыльно-персиковый. Ну, может, он не совсем персиковый. Он как бы пыльно-роза. И мне первый раз очень они понравились. Хорошо ложились. А тут как будто бы они твёрше. Не знаю, плохо набираются. Кисточку тоже не покупала. Кисточку у меня... Не знаю, откуда-то. Так. Носопорку немного так вот подтонируем. И немного губы увеличить хочу. Поэтому так вот. Я художник, поэтому... Если вот так делать, явно тень тут будет. И губы увеличатся. Немного здесь оттенем. Немного здесь. Сильно не буду краситься. Днемный макияж у меня. Дальше. Такие вот тенюшки отжала у дочери. Блестяшки. Кисточки даже заморачиваться не будут. Прямо пальчиком. Но лучше, наверное, найти. В следующий раз найду. Попробую. Это чтобы я помоложе выклетела. Глазки привлекали внимание. Да? И чуть-чуть. А так сюда. Хочу такой это. Модный макияж. Стрелки, наверное, уж не успею красить. Потому что мне пора бежать на брови. Так, вот такую вот штуку купила. Это первое. Не вижу ничего. Сейчас. Прямо рисую чего. Что-то тенями. Специальная кисточка тут. Что-то прорисовывать. Как будто очень графично. И вот такое вот мыло прикупила. Тоже прям, ну, копейки там. 70 рублей, что ли, оно на Валберис стоит. Иногда даже дешевле получается. И за 40 там. Так. Расчесываю с волосками. Чтобы было. Больше у меня тут нет пока ничего. Надо косметику собирать. Пора. Так. Ну, и чего скажете. Попробовала. Распаковала. Сейчас расчешусь. Я пойду, кстати. Продолжение следует...